И к другим темам. По инициативе муниципалитета строительная фирма «Велес» начнет переговоры с инвесторами по недострое жилкомплекса «Белые росы». С инвестором помогает муниципалитет, но принципиальные условия – переговоры должны быть открытыми. К такому решению пришли на общей встрече в муниципалитете застройщик и соинвесторы. Смотрим. Дом не строится, потому что нет денег. Куда застройщик делал 100 миллионов от соинвесторов – дело десятое. Теперь задача – почти готовый первый корпус ЖК «Белые росы» ввести в эксплуатацию и заселить людей. В противном случае за долги энергетики просто отключат дом от отопления. А разморозка для построенного объекта – практически инвалидность. У вас есть задолженность перед поставщиком тепла, а у них, в свою очередь, есть задолженность перед поставщиком газа. И поэтому вот эта история… Эта задолженность есть. Сколько раз существует? 500. Нет, 3 миллиона у вас уже. История недостроя началась 4 года назад. В Клин пришел новый застройщик. И поначалу первый корпус «Белых рос» подрастал, как на дрожжах. Потянулись покупатели. Свои кровные отдали собственники 55 квартир из 64. В 2015-м уже готовились к новоселью. Но вдруг работы прекратились. Застройщик сначала успокаивал, потом жаловался. Сейчас просто разводят руками. Нет денег, и все тут. Вы сами говорите, у вас денег нет. Я спрашиваю, где вы их собираетесь брать? Денег у меня нет на сегодняшний день. У меня в компании долги. Значит, вам нужно заводить инвестора, который достроит этот дом. По просьбам дольщиков, дело вмешался муниципалитет. Выяснилось, согласно документам, жил комплекс «Белые росы» реально ввести в эксплуатацию только после строительства двух корпусов. И если первый построен на 90%, то второй на нулевом цикле. У «Велеса» на стройку денег нет. И желающих вложиться в квартиры тоже. Ситуацию можно было бы поправить, документально разделив корпуса. Но время застройщик упустил, и Минстрой разрешения теперь не дает. Судебные тяжбы и банкротство фирмы «Велес» невыгодны прежде всего дольщикам. Чтобы дом не пошел с молотка за копейки, а люди не потеряли последнюю надежду, принято решение начать переговоры с инвестором. Подыскать партнера поможет муниципалитет. Принципиальные условия – переговоры должны быть открытыми в присутствии дольщиков и кураторов от муниципалитета. Николай Матюнин, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня.